Я случайно выключила камеру, сорян. Часть вторая. День у нас сегодня такой хозяйственный, хозяйственно-отдыхающий. Я занимаюсь домашними делами и отдыхаем. Потому что вчера мы ходили в гости, в общагу, в которой раньше жили. И вернулись мы домой очень-очень поздно. Вот. Поэтому сегодня у нас такой отдыхающий день. Завтра всей семьей мы собираемся идти в торговый центр «Апельсин». Я хочу показать Володе «Апельсин». Мы хотим пошляться там по магазинам. Мы хотим зайти в детский магазин «Бубльгум». Мы хотим сходить в «Фэмили-шоп» и хотим сходить вместе в «Санбери». Вот. Мы уже наметили, что мы хотим присмотреть, что мы хотим купить. Вот. Володя сам изъявил желание сходить в «Бубльгум». Вот. А в «Санбери» и в «Фэмили-шоп» мы решили просто вместе сходить, сделать какие-то покупки, что-то присмотреть. Вот. Чтобы, ну, не только я знала, что там продается, но и Володя, чтобы знал, чтобы видел, что я хочу себе, что я хочу ребенка купить. Вот. Так сказать, папа, чтобы тоже был в известности. Вот. Хотя он показывал каталог школьника, что нужно будет купить из одежды, обуви, принадлежности и так далее. Поэтому он в курсе цен. Вот. Будем потихонечку начинать делать покупки, потому что, по моему мнению, начинать делать покупки для школьника за неделю до начала школы – это маразм. Во-первых, по той причине, что все бегут как сумасшедшие и огромные очереди везде, все разбирают. Вот. И, во-вторых, очень часто, всегда, вот, цены на школьные принадлежности и одежду в последнюю неделю до школы стоят больших денег. Вот. Поэтому завтра вот так вот. И хотим, ну, чтобы развеяться, пройтись, погулять вместе по природе, погулять, вот, походить, подышать свежим воздушком. И хотим еще, чтобы ребенок покатался, поигрался на детской площадке возле торгового центра «Апельсин». Ну, вот, там хорошая детская площадка. И там очень много детей, вот, даже в отличие от детей нашего двора, там, в основном, дети нерусские. И они, ну, как-то гуляют больше, знаете, своей семьей. Вот. И много детей, которые по возрасту младше гораздо до мира. А на этой площадке мы часто ходили гулять еще, когда жили в общежитии там, поэтому там много знакомых уже для нас деток. И очень много детей возраста до мира. И поэтому ему очень интересно там. А плюс мне очень нравится то, что там прямо на площадке есть, ну, парень какой-то стоит под зонтиком с холодильником с мороженым. То есть там можно купить сразу мороженое на детской площадке. Там можно зайти в тот же Санбери, взять что-то еще, покушать, попить. Можно подняться на второй этаж. Просто мою Майнкрафт. Сейчас, конечно, хочу. Ребята, я поменяла место дислокации, я теперь на кухне. Вот. Я пришла к ребенку составить ему компанию во время ужина. Что, ну, класс. А сегодня есть одна картинка. Блин, у меня телефон не сильно разряженный. О, ну, то есть его можно поставить, да. Потому что у меня гнездо расположено внизу телефона. Внизу. И получается, что... Вот он, картинка с осенными. Деревня красивая, да? Угу. Ой, и Бубу пришел. Наверное, внизу. Наверное. В общем, и... Угу. И у меня... У меня гнездо расположено внизу телефона, и получается... Угу. И получается, что я его постоянно вот так вот перегибаю. У меня здесь внутри где-то провода переламываются, и гнездо не работает в итоге. Вот. Ну, не гнездо, а вот тут есть Биха. Ух, а не таланты, Бубу. Вот. Классные картинки, Мирчик. Мы сегодня с Дамиром подстриглись. Вот. Сегодня я... На сей раз я включила фею подстригушку. Вот. Я подстригла себя и Дамира. Я подстригла ему вот так вот височки здесь. Вот. Сзади там вот так за ушками. Вот. Ну, вот так вот получается. Вот это подстригла все. А вот тут сверху поставила волосики, подровняла их, просто там челочку подровняла. У меня вон 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 как нету жизни. Кого нет? Жителей? Жизни. А что? Нет. Она нет. Бесконечная сумма. Вкусный тебе суп? Конечно. Так. Значит, значит, значит... Ай, у нас чешется. Ага. А себе, как всегда, подстригла затылок. Вот. Но мне стало тяжело его подстричь по-человечески. Совой сзади. Поэтому потом я просто взяла бритву. Вот. Машинки у меня до сих пор нет сейчас. Вот. Вообще, мне затылок стрижет Володя и Дамира. Тоже стриг Володя. Ну, я уже две недели прошу его нас подстричь. Вот. А ему все некогда, некогда, некогда. А то мне плохо. А если мне плохо, как бы, ну, я не могу сидеть и пока меня стригут. Вот. Не могу я. Плохо мне. Вот. Не до стрижки мне в это время. Вот. Или не до уборки потом этих волос. Вот. Поэтому сегодня появились силы. Я такая, опа! И подстригла нас двоих. Вот. Не забываем, что я все-таки парикмахер, вот, поэтому мне, ну, как бы, это не была просто мамкина самодеятельность, да. Значит, потом что еще, что еще, на площадку рассказывала, хотим сходить в самбаре, хотим сходить погулять по природушке, на детской площадке сказала, хотим побыть бубльком, хотим сходить. В общем, я все сказала, что хотела, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, хвостик хочу забрать, а мне? Забрал хвостик, и все, а мне хвостик. А то, хочешь, и твой, что ли, хвостик. Жарина. Она не углубляет, надеюсь. Надеюсь. Не углубляет. Угу. так что у меня теперь вот там вот аж вот так вот затылочек подстриженный наконец-то господи наконец-то потому что эти волосы торчали во все стороны меня это так раздражает во вторник на маникюр в понедельник даю последний шанс школе если мне не перезвонят то во вторник я на маникюр а в среду уже пойду другую значит школу и если да попробую туда сходить в среду в четверг в пятницу если никак я не попаду на директора в эти дни то тогда мы поедем в другие школы будем другие школы смотреть вот так секунду вот опять какая-то фигня включилась и я вся очень светлая а ты кушай это с какой стороны посмотреть я хочу спать у меня какое-то такое настроение я уставшая не поняла нет какой-то в игре можно конечно а в жизни я не хочу нельзя говорить какой-то в каком-то доме живешь не надо хорошему доме живем у меня достаточно много людей не очень не очень хороших которым очень хочется знать наш адрес но нет тут уже строили некоторые предположения вот друзья мои когда вы строите пред построили предположение по поводу общежития то мы жили здание которое на карте не обозначено как общежитие нет такого общежития просто и все но не общежитие на карте поэтому найти то место в котором мы раньше жили анриал вот нынешний адрес я не планирую сообщать до рассказывает что он будет здоров бери салфетки не накапай супом на планшет капай на одежду и скатерть на планшет не надо я знаю что ты не можешь чтобы никуда не накапать много рассказывать за свой домик я хочу сказать что он у меня здесь камни бери бочек сам вверху факеры там есть внизу песенка я там схема это батар который классе называть ад он и там вообще не было страшно мне не было страшно когда я уже не было страшно не было страшно безопасно просто я собираю блоки огнем загладился об одном месте там везде были стены а там одно место открыто я их у него загладил огнем на ситуации на зомби я там третий этаж делала на втором сундуки значит стоит до кордования 5 сундуков один просто оставить где у меня стойки один стак 4 не обозначено что там должно быть и еще там так еще там печка есть котер наковальня паркончик недоделанный ага и там я на наблюдательный пункт взял там я к нему дам чопить сырой потому что получилось так что на него рассло стекло а то же стекло одерал второй и третий раз а а зверь дикий ну поставь на паузу хорошо а а продолжай а и там у меня морковь еще недоделанные а а они недоделанные я сделала у них такими в комментариях пишут да это что я дальше там хочу но там один домик со стройком там кто-нибудь зовет на меня я перо блин гля волосы туда зацепились а я не видела ага и вот это все то что я могу вам сказать в общем как то так друзья мои еще хочу себе платье хочу себе платье капец а еще хочу себе платье на этот самый на 1 сентября когда пойдем на линейку хочу платье себе вот да да хочу платье надоело ходить в джинсах футболках я обожаю конечно особенно широкие какие-то футболки в которых я чувствую себя комфортно но тем не менее тем не менее я хочу себе платье я видела такое прям пол такое платье с таким каким-то бантом тут в районе шеи оно такое вот подпоясаться можно в районе талии и оно такое такое интересное такое необычное вот платья подобного стиля я видела у Ксюши ангелов рения но да вижу и мне безумно хочется нечто подобное себе у меня телефон опирается на нее пожалуйста не двигай ну ты телефон мне двигаешь я говорю не двигай телефон опирается на тарелку Дамир Владимирович у меня нет штатива но я не буду как старая беречница говорить я такая бедная что у меня не то что на айфон 11 у меня даже нет на штатив денег ну типа у нас закрыто все сейчас не до покупки штатива только все открываться начинает опа опа Америка Европа сейчас не до покупки штатива честно говоря потому что все было до этого закрыто а сейчас ну типа надо просто сходить и купить делов то вот да пойду короче ногти делать во вторник а я рассказывала потом буду заниматься школами 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 так все ребятки нам приятного ужина вам приятного вечера пока